Добрый день, господа! Благодарю за то, что нашли время, чтобы ознакомиться с моим предложением. Всем известна легенда об Атлантиде, о континенте посреди Атлантического океана, чья цивилизация опередила по уровню технического развития нашу. Континент, который, по утверждению Платона, внезапно погрузился в морскую пучину в результате некой катастрофы. Возможно, кто-то скажет, какая Атлантида? Это же миф, не так ли? Просто выдумка. Что ж, это как раз вовсе не так. За 10 тысяч лет до возведения египетских пирамид жители Атлантиды уже использовали электричество и даже летательные аппараты. Невозможно, скажете вы, но это так и было. В древних культурных источниках многих стран упоминается о том, что жители Атлантиды обладали каким-то источником энергии, более мощным, чем газ, уголь и все остальное, что мы знаем. Господа, я предлагаю найти Атлантиду и доставить этот источник энергии на поверхность Земли. Далее в этой люминантской рукописи упоминается книга под названием «Дневник пастыря», в которой, предположительно, содержатся рассказы очевидца о местоположении Атлантиды. Историки, исходя из перевода скандинавского текста, находятся в Ирландии. Но, сравнив древний текст с рунами на этом щите викинга, я обнаружил, что одна из букв была истолкована неверно. И если заменить эту букву, получается, что дневник пастыря, ключ к разгадке тайны Атлантиды, находится отнюдь не в Ирландии, господа, а в Исландии. Пауза для оваций. Господа, есть ли у вас вопросы? Господа, прошу извинить, минуточку. Картография и лингвистика Майла Тэч слушает. Да, да, сейчас, секунду. Простите, господин профессор. А сейчас, так лучше? А, э, я, ясно. Итак, вы видите на этой, э, э, карте, карте, которую я, я начертил, маршрут, по которому можно отправиться к побережью Исландии, чтобы найти дневник. А, ну вот. Наконец-то я вырвусь из темницы.